привет как-то мне в описании тут написали комментарии написали вот такой текстик типа я вам недавно обращался и так далее если вы видели там первое видео help me так он спрашивает как мне сделать соперников для гонки я к сожалению такого не знаю хотя у меня в игре похожая ситуация мне надо чтобы противники меня догоняли я как раз таки образно подготовил камаз да но это неважно какая моя автомат какой автомобиль будет сейчас давайте попробуем сделать хотя бы просто движение по сплайну просто сами персонажи противники они должны делаться на так скажем основе дерева поведения то есть они должны тормозить где надо где надо ускоряться догонять противника обгонять противника бортовать если необходимо так это мы назовем и си cars пусть будет да откроем его давайте поставим сюда кузов далее мы сюда же поставим эти колеса к основанию данном случае как вы видите да эта штука не является таковым автомобилем это просто статический мышь вектор которая будет нам позволяет перемещаться сейчас мы что-нибудь быстренько вот так сделаем так давайте дубликат развернем это все по z на 180 градусов также дубликат все по сути наш автомобиль готов да давайте его сразу выставим так для того чтобы это все корректно работало выделим все так это скопируем 4 колесо напишем вот это мы все ставим под сцена пусть сцена у нас будет главный сцена будет управлять всем автомобилем так я я не выделил да и это мы все на основании кузова сделаем вот такая вот схема получается примерно выставим до высоту теперь нам нужно чтобы он двигался по сплайну ищем или же я просто прописываю сплайн она у нас будет не входить в сцену можете создать сначала сплайн потом сцену и так далее то есть она будет отдельная у нас так давайте сцену приподнимем вот так вот чтобы как будто бы автомобиль не летал все таки так сплайн у нас вот находится внизу это все отлично теперь теперь нам нужно прописать логику движения автомобиля давайте здесь кстати заодно еще сделаем бокс коллизию ну что персонаж сюда запрыгивал и смотрел как передвигается другой автомобиль так сделаем на нем беги номер вот давайте сравним а что это у нас player get player character если да то мы соответственно будем выполнять действие да какое-то данном случае это действие нам будет говорить что необходимо двигаться чтобы движение было это вы можете по сути не смотреть это я прописываю для того чтобы персонаж просто активировал автомобиль этот автомобиль не я был персонажем просто чтобы видеть другой автомобиль который за нами будет ехать то есть это вы для себя можете не делать так напишу я это гол голов то запишу пропишу что true так теперь нам нужен что begin overlap то есть мы по сути будем запускать такую такой вид действия да то он будет проверять каждое определенное время то есть не не сам а винтика функции тика так секенс мы будем несколько действий выполнять так ну допустим первое действие это так первое действие давайте будет это у нас будет скорее всего до сделаем кручение колеса сначала с этой мирба и бэнд мы будем крутить колеса но для того чтобы они хоть как-то двигались для также у пинг не забываем ставить так сюда здесь кастовым прописываем давайте давайте turn event что-нибудь напишем так возьмем еще один секенс потому что нам одновременно надо будет вращать с обоих сторон колеса давайте создадим переменную которая будет нам показывать ну образно скорость наверное давайте просто в е напишем так float вот вы get кидаем сразу в branch выставляем два штуки так сделать сделаем дубликат ну чтобы одновременно заполнять и там и там то есть нам надо будет на левую на правую сторону так это у нас больше 360 градусов вот больше float 360 копируем вставим так если да мы прописываем что у нас сбрасывается до нуля ну то есть чтобы не превышал трех 360 градусов я был 0 если нет то мы будем записывать для того чтобы он показывал сам поворот так ну как вариант давайте пропишем плюс 5 градусов вот плюс float допустим будем прибавлять кручение колеса 5 градусов и записываем так же здесь делаем компайл так 0.05 секун микросекунд наверное много это надо будет короче проверить так войдем пока ничего не крутится да так что у нас сбрасывает на 0 давайте ближе подвинем теперь теперь мы будем прописывать движение вот что это логика что следующее у нас будет и на противнике повторяться все то же самое set timer by event давайте пропишем допустим допустим в секундочку то есть каждую секунду желательно чем меньшее время тем лучше custom event так это у нас само движение напишем speedgo какой-нибудь так теперь branch вот это переменная которая мы записали давайте выставим то что у нас персонаж в автомобиле то есть мы делаем так что проверяем персонаж в автомобиле если да то мы выполняем действие то есть само движение это так timeline добавляем чтобы у нас хоть как-то двигалась более плавно плавно добавляем функцию ну единственная проблема заключается в том что здесь прописывается время время движения автомобиля я к сожалению не знаю как это сделать так что я пока вот так вот делаю ну то есть мне надо чтобы автомобиль двигался 20 секунд вот выставляя две точки все стандартно первая точка 00 вторая точка единица значения время я 20 поставил теперь выделяем эти точки делаем авто чтобы были плавно все таймер мы можем закрывать теперь на финише нам надо сбросить позиция то есть мы перед должны перестать двигаться кстати на колеса надо бы это тоже поставить то возможно колеса будут крутиться когда мы будем стоять на месте так у нас есть сплайн теперь мы будем нашу так скажем наше значение от нуля до единицы будем умножать на получается на фонда это вытаскиваем сплайн далее мы прописываем сплайн так подождите get сплайн длина сплайна вот она то есть мы вытаскиваем get сплайн 0 умножаем на это значение далее чтобы нам понять куда двигаться куда поворачивать автомобиля надо будет такие ноды как так location так это distance along сплайн и второй такой вытаскиваем get rotation distance along сплайн distance мы выставляем вот эти значения ну и в rotation то же самое так локацию мы будем мировую выбирать потому что здесь у нас не построен сплайн то есть здесь только . стоит мы ее будем строить в мире так что мировую ставим и теперь получается нам нужно подать именно движение из-за чего мы бросали сцену сцена как раз таки будет все нам передвигать не только лишь допустим кузов и еще что то пусть она будет управлять всем автомобилем так так set world location мы прописываем update то есть финиш мы уже больше ничего не прописывать не будем так и location мы подаем сюда rotation rotation нам над же set relative rotation и rotation мы подаем вот сюда и и т и и и и и должны подать во первых наши колеса 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 у нас колеса у нас должны передней поворачивать поворачивать туда куда поворачивает сам сплайн это у нас 01 и 03 до если не ошибаюсь до 03 то есть вытаскиваем 0103 сюда из них вытаскиваем text relative rotation оба подключаем к одному значения rotation мы также подаем на движение сплайна и теперь мы как раз таки должны показать что наши колеса крутится так это у нас крутится ну по сути все колеса так с левой и с правой стороны да то есть левая сторона это у нас правая сторона так копируем это уже значение то есть ноду подключаем и мы получается смотреть так нам надо развернуть саму rotation и и мы должны подать по определенной скажем так это у нас вроде как получается x мы должны на x подать наше значение которое мы вот здесь выставляли это вот этот тогда значение а давайте скопируем это мы позже подключаем что здесь что здесь мы подсоединяем на x так так и не забывайте что с правой стороны у нас rotation стоит так минус 180 соответственно нам надо здесь вот подать сразу минус 180 иначе он будет поворачивать все правильно так 3 4 до давайте проверим я упал кстати проверить мы так не сможем да потому что что правильно мы никуда не поедем сплайн мы не нарисовали берем выделяем наш эктор вот здесь вот есть у нас такая вот штука выбираем сплайн видите появилась это крестик то есть мы передвигаем нажимаем alt выдается вот такая вот прямая то есть мы ее здесь кстати почему-то не видим но она на самом деле есть как дымбы так блин здесь же плохо не видно и удаляем объект еще раз кидаем она все правильно да я я ошибся немножечко смотреть спайна у нас повернут оси x то есть нам сцену надо повернуть на назад у 90 градусов все теперь сплайн у нас смотрит вперед так колеса у нас не изменились нет все rotation тот же самый берем сплайн выделяем да то есть но вот эту переднюю точку тянем вперед если вам необходимо повернуть пожалуйста так чему мне поворачиваете альтом он соответственно вот от этой точки нет поворотной точки от этой альтом вытягиваете у вас появляется следующая линия и так далее то есть вы создаете определенное движение давайте вот так вот выставим и вот здесь пусть остановится проверим так что у нас что у нас не определяется возможно вот здесь давайте сразу прям каст на персонажа дадим кастер персин чектор так и здесь мы записываем что у нас неправильно это print string а то и не надо вот лупинг мы не поставили то есть движение не будет секунду отрабатывает и все машина не сдвигается с места просто лупинг так проверяем ой ой она поехала но смотрите она как-то боком поехала теперь поправим это давайте сцену поставим на нулях поставим кузов на 90 градусов повернутом сейчас должно быть исправление так и высота 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 у нас прописывается а вот она смотрите new location ну кстати это сплайн можно поднять выше ну можно здесь new location давайте раскроем сплит страч пин здесь тоже и здесь мы x и y кузов у нас приподнят так сцена точнее 127 и здесь мы прописываем 127 и все мы поехали колеса так свет неправильно поставлю колеса должны крутиться и поворачиваться так возможно мы низко автомобиль поставили либо у нас что правильно поехала поехал сплайн ниже возможно но нет еще разок так вот его кейшин в общем ну да проще это сделать так сцена мы опускаем до 0 к и сам этот поднимая насколько нам необходимо так колеса я нес а нет колеса поворачивается давайте сделаем так чтобы более видно было здесь мы вот прям вот так вот сделаем поворот что-то я не заметил поворота колеса вероятно вероятно что у нас так на третий четвертый что-то неправильно стоит может быть не регулятив ротейшин сет вороту ротейшин ой подождите почему первая треть передняя на все правильно а ну я конечно не понимаю в чем проблема окей давайте посмотрим смотрите видите автомобиль какая скорость у него то есть это мы задаем получается он длину рассчитываются с тем временем которым мы прописываем здесь если я поставлю 10 здесь я тоже изменю на 10 то есть до единицы он значение полностью быстренько примет он быстрее поедать и даже выпрыгнуть не могу сожалению я не знаю как изменять это прямо в движении вроде бы есть но до сет таймлайн white то есть увеличить длину но к сожалению не в курсах а теперь делаем дублика да и заодно сразу давайте изменим его так давайте первое выставим это то чтобы он определял когда ему двигаться потому что в первом машине нашей мы говорим то что персонаж сел а здесь нам необходимо также выставить с таймер боевент давайте тайм 01 можете в единицу поставить ну это здесь особо уже не важно так это переключим на вторую позицию это у нас на третью все то же самое все кручение насчет этих действий возможно здесь минус надо делать потому что он будет вращаться не в ту сторону а здесь плюс то есть при этом здесь у нас если минус здесь 360 здесь 0 соответственно плюс плюс будет давать в общем здесь сами поиграетесь так давайте пропишем кастом на котором мы будем то же самое каст на персонажа делать так а можем принципе вот отсюда сразу забрать только мы будем лишь управлять из персонажа давайте здесь get player character и сюда подсоединил get player character давайте в персонажа в самом пропишем какую-то переменную так person blueprint персонаж blueprint переменная назовем он гол допустим то есть мы определяем что персонаж стартану где-то и здесь вытаскиваем get and go и записываем ее вот сюда то есть и здесь мы просто не с помощью бокса коллизии подаем так но чтобы нам показать что мы реально стартанули мы были бы здесь записываем что мы стартанули можете вообще триггера бокс поставить вот где-то здесь если будет пересечение с персонажем соответственно стартанет но мы пропишем сразу в автомобиле так я немножко запутался проблема в том что он сейчас в одном и том же меня это надо было не просто альтом делать а дубликат делать также выставляем данные точки допустим хотите чтобы персонаж где-то что-то делал по-другому пожалуйста подрезал останавливался не в тех местах где-то заносил его и так далее здесь мы оставляем все правильно так здесь надо испирать обратно надеюсь она будет работать ставить проверим так работает но здесь необходимо еще set получается он гол запишем разрешим 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 да 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 так лупинг не забываем включить опять я все забыл но видите там его что-то развернуло непонятно он такая скорость большая потому что не я не изменил время в таймлайне вот пока не знает чем этим решить вопрос здесь меняем то есть мы должны просчитать время передвижения по данной допустим карте и как вариант использовать это так а на этом все друзья если у вас есть прям конкретные комментарии как можно было это сделать намного лучше пишите всем спасибо пока